Убирать с городских улиц приходится не только снег. Ржавые и брошенные автомобили не менее актуальная проблема. Они, к сожалению, стали привычной картиной во многих дворах. Нередко эти обездвиженные остовы доставляют неудобства жителям. Беда в том, что убрать автохлам своими силами без соответствующих разрешений нельзя. Как не превратить дворы и улицы в кладбище автомобилей, не нарушая при этом действующего законодательства? Об этом в следующем сюжете. Для начала стоит убедиться, что автомобиль неисправен. Вот, к примеру, тут спущено колесо и даже нет бокового зеркала. Такие машины владельцы должны отвезти либо в гараж, или на специальную стоянку, ну или отремонтировать. Двор — это не место для хранения. Если даже самая ржавая рухлядь стоит в разрешенном месте с номерами, значит у нее есть конкретно собственник. И перемещать ее может только он. Любое изъятие имущества возможно только по решению суда. Поэтому жильцы дома, во дворе которого есть явно заброшенное авто, могут подать заявление в администрацию того района города, на территории которого обнаружено брошенное транспортное средство. Представители районной администрации организуют работу по комиссионному обследованию автомобиля, установлению собственника транспортного средства и его информированию о необходимости освободить территорию общего пользования. Если вы не можете написать заявление, то всегда можно позвонить на горячую линию управления вашего района и рассказать о брошенном автомобиле, указать адрес и также марку и номер автомобиля. Но не стоит забывать, что у вас не будет при этом документального подтверждения вашего обращения. К примеру, на пересечении улицы Мусоргского и Красина на пешеходной зоне давно стоит вот такой автомобиль со спущенными шинами. Как сообщают местные жители, транспортное средство стоит уже второй год, скапливая под собой мусор. Не позднее, чем через 4 дня после вашего обращения в органы власти, на автомобиль должны прикрепить предписание для владельца. Если владелец не примет мер, то еще через 20 дней автомобиль должны эвакуировать на спецстоянку. Если вы считаете, что ваши обращения были проигнорированы или был нарушен срок вывоза брошенного автомобиля, то с этими жалобами можно обратиться уже в прокуратуру.